Так, ну, во-первых, у меня спрашивали ребята про соревновательную гирю и гирю любительскую, чем отличаются. Вань, объясни, пожалуйста, подписчикам, вот чем соревновательная лучше, да, почему она дороже и все такое. Ну, вообще, как бы, вот гири, они используются по-разному. Вы видите, да, вот у таких гирь ушки достаточно большие, это для того, чтобы было удобно... Это граффитовский вариант. Да, двумя руками просто браться. Для махов. И выполнять какие-то определенные простые упражнения. Что касается вот этого снаряда, то здесь все заточено под то, чтобы можно было очень долго поднимать. Для начала это сама непосредственно душка. То есть душка сделана таким образом, чтобы было удобно и рука входила у вас полностью в снаряд. Но при этом не болталась. То есть если вот в эту гирю, видите, тут многовато сильно, да, свободного места, то это соревновательная гиря имеет чуть поменьше места. И как раз достаточно места, чтобы у вас гиря легла на предплечье. Следующий момент, это центр тяжести. Здесь выполнена пробка. Это, кстати, очень важно. Выполнена пробка на дне. Для чего? Казалось бы, ну, для того, чтобы можно было вес поменять. На самом деле не только этот момент. Тот момент, что вот эта часть не имеет металла. Соответственно, центр тяжести будет подниматься выше. Он будет ближе к ручке. А это даст плюс в сбросе. То есть в сбросе и забросе гири. Гиря легче крутится вокруг своей оси. И ее поймать значительно легче. И вот именно скрутить с руки значительно проще. И вот, ребят, смотрите, получается, вот это у них, как у любительская, да, считается, уральская гиря? Это уральская гиря, да. Простая уральская гиря. Во-первых, она сделана для простых тренировок. То есть если вы хотите соревновательный результат, то соревноваться надо на тех гирях, вернее, тренироваться, на каких гирях соревнуетесь. То есть это очень важный нюанс. Попробуйте бегать в одних кроссовках, а соревноваться в других. У вас тоже не получится. Здесь, знаете, самый для меня важный момент ручка. Вот здесь настолько она ровная, никаких заусенец. Она отшлифованная какая-то вся. Да, то есть она идет прямо в таком состоянии. А здесь краска наверху. Хорошая краска. Здесь идет покрашена. Она ведь отшлаковывается немножко. И душка немножко толще. Несмотря на то, что гиря кажется меньше, здесь душка сделана... Да, я сразу это ощутил. Именно в соревновательном стиле. То есть столько, сколько должно быть. 33,5 мм на самом деле душка. А здесь где-то миллиметров 35. И расстояние немножко меньше. И рука не очень хорошо входит в дужку. И не так уже происходит расслабление. То есть расслабление происходит гораздо хуже. Ну и соревновательно они всегда покрашены в хороший такой приятный цвет. То есть они отличаются по цвету. Если здесь нужно там разглядывать 20 килограммов, здесь уже и так понятно. Вот я, получается, покупал себе домой также у Ивана. Заказывал и любительские у меня. И сейчас я себе решил сделать подарок на Новый год. Я заказал и соревновательную вот тоже у Ивана. И я вам скажу это, знаете, вот это прям кайф. Я прям кайфую от такой гири. И от тех, конечно, тоже. Но она какая-то, знаешь, вот вся такая удобная. Все вот как надо лежит, знаешь. Ну, потому что она сделана очень эргономично, чтобы было поднимать не только, так скажем, много возможно. То есть, допустим, у любительской иногда видно, что ручка вот здесь так, раз, немного вот так вот, как бы, да, заходит. Видно вот этот поворот, да, допустим. Здесь же он весь четко... Ну, здесь она мягче сделана просто, да. Здесь проще поднимать ее. То есть, она прямо очень хорошо лежит в руке. И когда вы приходите на тренировку, вам прямо кайфово. Серьезно, серьезно, да. Хоть она, конечно, и подороже. Но если у кого-то есть возможность, то можете себе заказать. Я вот сделал себе подарок, так сказать. Ссылку оставим тогда под видео. Если кого заинтересовало, я думаю, у Ивана самая адекватная цена. То есть... Так, вот Вань сравнивал по интернету. Мне кажется, у тебя, по-моему, реально самая адекватная. Да, у меня немножко ниже цены. Да, поэтому... Чем по интернету продают. Ссылку оставим, заходите, если нужно. Ну, мы работаем специально для вас, для тех, кто любит гири, для тех, кого интересует этот снаряд и кто хочет развиваться.